Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Признаться, тема для этого видео внесена все-таки в разряд минимализма и роликах о минимализме, но родилась она как раз-таки с гречневого марафона. Меня посетила гениальная идея, которую я смогла для себя прежде озвучить и обречь слова. И эта идея была очень проста. Чем выше осознанность написала я в своей записной книжке, тем ты более способен, либо способна наслаждаться меньше. И, конечно же, речь шла о вкусе, прежде всего, тех продуктов, еды. Той еды, которая будет водиться для каждого, кто был со мной на гречневом марафоне. Кстати, для меня он до сих пор продолжается, но я просто физически не успеваю записывать видео и про гречневый марафон. Но в ближайшее время обязательно это делаю. И, в общем-то, пример был очень простой. Когда ты ешь гречку сколько-то дней, допустим, 5-10 дней, как сделали многие, когда ты берешь просто апельсин, тебе этот апельсин кажется чем-то на самом деле таким вкусным, что ты удивляешься, как раньше ты этот вкус не ощущал. Поэтому, да, чем выше осознанность, что ты берешь вот этот продукт, что ты его будешь пробовать первый раз после 10 дней, когда ты не ел подобные вещи, либо ел только одну вещь, как было в случае с гречкой, тем больше твоя способность, тем выше твоя способность насладиться вкусом, насладиться меньшим. И тема сегодняшнего видео, как я уже сказала, чем меньше имеешь, тем больше ты способен этим наслаждаться. Но мы все должны понимать, что когда ты имеешь чего-то очень мало, это может быть одежда. Я очень люблю приводить пример на одежде, потому что я человек, который записывает много контента об одежде, обозревая витрины, показывает стрит-стайлов, и сама я очень люблю красивую одежду. И этой красивой одежды у меня много. Но, опять же, часто возникает вопрос, почему так много, если я заявляю себя минималистом. Здесь скажу в двух словах, что большая часть этой одежды, наверное, 95% были куплены до того, как я стала на путь осознанного минимализма. Были вещи, которые я купила, чувствуя себя интуитивно минималистом, еще не осознавая себя таким образом. Но когда я осознала, что минимализм – это то, что мне близко, и философия, в которой мне комфортно, поверьте мне, мои покупки сократились даже ни в два, ни в три раза. Они сократились просто таки неоценимо, если мы будем в процентах. Я, на самом деле, с математикой плохо, я даже в процентах оценить не смогу. Так вот, если мы мало имеем чего-то, это могут быть, не знаю, книги, которые нам нравится читать, одежда, которую нам нравится носить, это могут быть продукты в холодильнике, то это может быть ситуация, продиктованная двумя основными причинами. Первая причина – это нужда. У нас нет денег купить что-то, и, соответственно, мы имеем этого мало. А вторая причина как раз-таки – это причина, которая понятна очень многим минималистам. Очень многие минималисты приходят к осознанию, что им нужно мало чего-то. Да, потому что они много покупали в прошлом. Это может быть еда, одежда, гаджеты, это может быть все вместе, либо какой-то один сегмент. Но очень многие минималисты начинают ощущать себя гораздо более комфортно без вот этого безудержного шопинга, который приводит к большому количеству вещей вокруг нас. Но посмотрите, как интересна эта ситуация. И в том, и в другом случае я часто это подчеркиваю. И именно поэтому я считаю, что через бедность и через нужду, через экономические какие-то ограничения, которые могут быть временными, человек потерял работу и вдруг понимает, что он должен экономить, вещей становится резко меньше, потому что он не может их покупать. Так вот, я считаю, что да, через нужду ты можешь прийти к минимализму, но к минимализму ты можешь пойти и миллионам других путей. Так вот, и в той, и в другой ситуации, допустим, с холодильником, неважно, у меня нет денег купить себе продукты, либо я человек, который на гречке сидит и который всю жизнь будет эту гречку есть, либо я человек, который сегодня сидит на гречке, а завтра свой холодильник наполнит другими продуктами, а потом через месяц снова сядет на греччевый марафон. Это совершенно не важно. По факту, когда мы открываем холодильник, в данном случае у моей семьи мы видим там очень много, очень точнее мало продуктов, и многие бы, кто посмотрел на мой холодильник, уж точно бы не заподозрил троих детей в моей семье, потому что, ну, настолько, как я люблю говорить, скудный ассортимент продуктов, но меня часто поправляют. Действительно, я против сама таких слов, которые навлекают на тебя что-то, в данном случае бедность, наверное, скажем так, вот такой аскетичный ассортимент продуктов, который продиктован совершенно четкими причинами, в моем случае. Но у каждого из нас причины могут быть другие. Так вот, дорогие зрители, могу сказать совершенно точно, что я заметила, что чем меньше ты имеешь, но осознанно, когда ты действительно понимаешь, даже если ты через бедность имеешь меньше, но ты осознанно делаешь этот выбор, скажем так, быть довольным тем, что у тебя есть, просто потому, что любой человек, который имеет мало, либо имеет возможность купить себе мало чего-то, он должен понимать, что человек, который имеет возможность купить себе много чего-то, это человек, который очень много работает. Необходимо раз и навсегда забыть об иллюзии, о том, что кому-то ну так повезло в этой жизни, что на него свалились деньги с неба. Такого не происходит. Деньги — это всегда ответственность. Деньги, как правило, это не просто многочасовая работа. Это многолетняя работа до того, как тебя привело что-то к твоему богатству. Поэтому любой человек, который имеет мало чего-то, он должен совершенно точно понимать, что вот за это мало он платит тем, что он мало работает. Бывает это выбор, опять же, наш с вами работать меньше, а бывает выбор, который продиктован тем, где мы живем элементарно, там нет больше работы, и мы хотели бы работать больше, но работать больше не можем. Но и бывает, опять же, другой выбор, и там и там мы находимся в одинаковой ситуации, когда мы имеем чего-то малого. Но в обеих этих ситуациях, когда мы не можем себе позволить, либо когда мы не хотим себе позволять много чего-то, вещей, еды, либо и того, и другого, путешествий, каких-то впечатлений, я, например, человек, который не любит путешествовать, много раз об этом говорила, во-первых, у меня трое детей, которых очень сложно собрать, организовать, и весь отдых для меня, скорее всего, превратится в организацию, какую-то сплошную организацию. Ну и просто я человек, который, возможно, хотел бы посмотреть, какой он кубинский песок и кубинское море, послушать кубинскую музыку и выпить кубинский мохито. Но я, на самом деле, никогда не сяду на самолет, чтобы проделать 12 часов, да еще и с пересадкой на самолете, потому что я просто очень-очень боюсь летать, и до сих пор свою эту боязнь не поборола. И фактически я являюсь человеком, который не путешествует, просто не путешествует, потому что я не хочу путешествовать. Но очень много людей в этом мире, которые не путешествуют, потому что не могут себе позволить поездку на Кубу. Соответственно, мы все находимся в одинаковой ситуации, но я заметила, я думаю, многие минималисты подтвердят, что когда ты осознанно владеешь, обладаешь меньшим количеством вещей, удовольствие от этих вещей возрастает в разы. Вот это осознанное потребление, о котором очень много говорят, которому, конечно же, ведет минимализм. Либо наоборот, осознанное потребление может привести вас к минимализму, и меня, в том числе, большего минимализма осознанное потребление может привести. На самом деле, мое осознанное потребление возросло, когда я стала зарабатывать деньги сама. Я стала, если уж не скупым человеком, да человек, который на самом деле 10 раз подумает, прежде чем что-то купить. Так вот, могу сказать, что удовольствие от того же самого пальто возрастает в разы, когда мы имеем всего одно красивое пальто. В это сложно поверить, но это факт. Когда после гречного марафона мы берем яблоко, мы чувствуем вкус этого яблока совершенно иначе. Если мы берем печенье шоколадное, то также мы чувствуем вкус этого шоколадного печенья совершенно иначе. Вот это некое воздержание от потребления, так же как воздержание в еде, оно очень и очень полезно для всех нас. Просто потому, что мы сами себе таким образом подарим возможность наслаждаться тем, что в итоге мы для себя приобретаем, чем в итоге мы становимся, точнее обладателями чего в итоге мы становимся. Вот такое, на мой взгляд, очень заумное, нравоучительное видео у меня получилось. Но на самом деле это мысль, которая сложилась у меня прежде всего на гречном марафоне, потому что я апельсин съела на самом деле, вот отсюда вся предыстория этого видео. Но я решила все-таки это принести на минимализм, потому что действительно, когда мы обладаем одной красивой чашкой, ну такой, которая 100% на нашей, которая самое главное используется каждый день, удовольствия в разы больше, чем когда у нас целый сервиз, который, возможно, мы используем очень редко, потому что целый сервиз нужно мыть, нужно его убирать, где-то хранить и так далее. Мысль на самом деле очень сложная, очень вскользающая, но я уверена, что многим моим зрителям она будет понятна. И многие подтвердят, что да, обладать чем-то в меньшем количестве, это не просто удобно, классно и здорово, это позволяет тебе вот действительно по-другому ощущать то, что тебя окружает. Чего я всем желаю. Это была Инна Скворцова, увидимся очень скоро, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»